Время новостей на телеканале Оригус. Главная тема по-прежнему – пожар в Кемерово и его последствия. Студия Несопитонова. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах. Скорбим и помним сотни улан-уденцев пришли на акцию «Свеча памяти». О том, как это было в материале Кристина Заснилова. Учения начались. Почему в торговых центрах города с опозданием на целые сутки? Спросила Ольга Арсунукаева. Не только массовые проверки, но и, возможно, большие перемены ждут торговые центры. Что хотят изменить, узнала Мария Красько. Останется ли город без канализации и холодной воды? Итоги коммунальной аварии у Сергея Соголова. Сегодня в России день траура. Указ об этом президент подписал вечером 27 марта, спустя два дня после трагедии в торговом центре в Кемерово. Официальные данные по погибшим. 64 человека, большинство – дети. Как сообщает МЧС, тела всех жертв найдены. Пропавших без вести нет. В Кемеровской области трехдневный траур объявили еще в понедельник. Регион поддержали другие субъекты, в том числе и Бурятия. Алексей Цыденов сообщил о трауре 27 марта. В республике отменены все развлекательные мероприятия, в том числе и гастроли российских звезд. Но прошли траурные митинги. Некоторые проводили местные власти. А в основном люди организовывали сами. Несколько призывов в соцсетях, и информация распространяется мгновенно. Так произошло в Улан-Удэ. Горожан пригласили к стенам Адегитревского собора зажечь свечу памяти. Откликнулись более тысячи человек. Далее без комментариев. Песня. Песня. Скорбим по детям, которые погибли. Очень большая потеря для семей, которые... Ну, просто надо почтить память, чтобы... Мы, конечно, ничем не поможем семье, там, не знаю, близким, но просто хотя бы для того, чтобы было... Чтобы помочь как-то. Я думаю, каждый скорбит. Только по-своему кто-то смог прийти, а кто-то нет. Гория, которая случилась за много километров отсюда, не имеет географических временных и других границ. Это общее горе, общая печаль, общая грусть и общая боль. Песня. 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 Просто жалко ребятишек. У них как бы самого дети и как бы не остался в стороне. Из-за этого просто помолиться за тех детей, которые уже не видят в нами. Песня. 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 И мы на дороге. Терпение, силу тем, кто остались на этой земле. Когда мы вместе все, чуть-чуть легче переносится. Когда ты понимаешь, что ты не один и в беде, и рядом с тобой столько же сограждан, которые сочувствуют, мы не ожидали, что столько людей пришло, пришло более тысячи, и не каждый смог в храм попасть. Такое дело, каждый не застрахован от этого. Поэтому жалко очень. Я бы хотел, чтобы те, кто занимаются безопасностью, чтобы повесили фотографии детей, и чтобы они знали, что, возможно, из-за них эти дети могут умереть. Мы не одни. Кемерово не одно. Дети-дети чужими не бывают. После трагедии торговые центры под пристальным вниманием. Прокуратура приступит к проверкам со дня на день, а спасатели начали уже сегодня. Отрабатывают свои действия при пожаре. Первым посетили People's Park. О массовой эвакуации далее в нашем сюжете. По легенде, возгорание произошло здесь, в первом кинозале. Сейчас на сеансе находятся около 15 детей. Администраторы и все службы ждут сигнала тревоги с минуты на минуту. По сценарию, огонь полыхает на четвертом и пятом этажах, 120 квадратных метров. Задымленность высокая. Условия хотели приблизить к максимально реальным. Но дымовая машина ОМЧС не сработала. Пришлось фантазировать. Пожарная. Пожарная. Тяжелая. Слышь. Пожарная. Слышь. Пожарная. Пожарная. Почему ты не торопишься? В общем, мне должно торопиться. Мне без разницы нет. А если без клиента был пожар, то вы как бы пожар? Это что такое? Наверное, нет. Почему они там придутся, выходить из здания? А, вот, ребят там одевается. Сначала тревоги не прошло и пяти минут, а пожарные машины и все службы уже на месте. Время прибытия минимальное. Возможно, сказалась готовность номер один. По заданию в кинотеатрах и игровой зоне находилось 70 человек. Спасатели не досчитали семи. Пришлось возвращаться. Кислородный баллон на какое время у него запаса кислорода? Ну, в среднем хватает при интенсивном дыхании на 30 минут. На 30 минут? А за 30 минут сколько раз можно успеть зайти в задумленное здание? Минут за 10-15 можно вывести до трех человек. В итоге, в лучшем случае, за полчаса спасатель выведет шестерых пострадавших. Для утренних учений достаточно. Но в часы пик кинотеатры торгового центра вмещают в себя до двух с половиной тысяч человек. Исходя из того, что сейчас у нас, в первую очередь, конечно, каникулы, да, соответственно, и дети в любом случае находились и находятся здесь и будут находиться. В дальнейшем мы проведем данные, такие же учения на всех объектах с массовым приближением в городе, соответственно. И, безусловно, будем выбирать различные временные параметры. Справятся ли спасатели с нагрузкой больше 70 человек? Первые же учения показали недочеты в работе. Что будет в случае реальной опасности? Ну, я не готов сказать, чего ждать. Впрочем, первый блин не комом, говорят спасатели. Свою работу оценили удовлетворительно. А шероховатости бывают. Как, например, с задержкой учения. Необходимо было согласовать работу со всеми ведомствами. Бумажные овлаки-то еще впереди. Пожарно-тактические тренировки только начались. Под прицелом торговые центры. А в течение трех дней проверки пройдут во всех школах, больницах и детских садах республики. Ольга Арсунукаева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Повышенное внимание теперь не только пожарной безопасности, но и к тому, как устроены и построены торговые центры. Заговорили даже об изменениях на законодательном уровне. Каких именно, расскажет Мария Красикова. Не успел развеяться дым над торговым центром в Кемерово, как словно спала пелена с глаз надзорных ведомств. Разглядели. ТРЦ по всей стране пренебрегают безопасностью детей. Детские зоны и кинотеатры должны располагаться не выше второго этажа. Это по СНИПам. Ближайший эвакуационный выход должен быть не дальше 20 метров. А что же на деле? Развлечения для детей, кинозалы, фудкорты, как правило, находятся на самых последних этажах. Так делают не только в Улан-Удэ, в большинстве мегамолов России и даже мира. По мнению экспертов, для таких зон нужны высокие потолки. Но это скорее вторично. Ведь развлечение в торговых центрах – это своеобразный маркетинговый ход. Самые необходимые продукты, они находятся в самом дальнем углу. И покупатель, который идет от центрального хода, он должен пройти мимо рядов со всякими сопутствующими товарами. Это делается для того, чтобы повысить отдачу со всей торговой площади и убрать так называемые темные или, скажем, малопосещаемые места. После трагедии в Кемерово на законодательном уровне заговорили развлекательные зоны и кинозалы нужно спустить на первый этаж. Хотя, если вспомнить, раньше практически так и было. Кинотеатр – это были вообще отдельно стоящие здания. К примеру, некогда популярный «Октябрь». Вот эвакуационный выход, он же выход из зала. Рядом еще одна дверь. Так что кинотеатр можно было покинуть в считанные минуты. Но, по всей видимости, такой бизнес прибыли не приносил. Много не заработаешь на прокатах и попкорне. А потому кино теперь часть мегамолов. Главная идея создания крупных торговых центров – это то, что, попадая сюда, человек должен забыть обо всем, попав под магию потребления. А потому, как правило, в таких зданиях минимум окон, чтобы сложнее было следить за временем. Но во время ЧП единственный шанс на спасение – эвакуационные выходы. Но до них еще нужно добраться, не отравившись угарным газом. Для этого здания в обязательном порядке должны быть оборудованы системой отведения дыма. Существует маленькая тенденция в том, что при приемке объекта в эксплуатацию вся система, все формы предупреждения о пожаре, она была в исправном состоянии работала. Но в результате эксплуатации собственник объекта, значит, он уже может не обращать на это внимания, потому что эти вопросы связаны с материальными затратами. Ему легче, допустим, отключить сигнализацию, перекрыть пожарные краны. А вот не сэкономили ли владельцы торговых центров на строительных и иных материалах? Теперь это тоже хотят проверить. Ведь зимняя вишня вспыхнула как факел. Хотя подобные вопросы возникали и ранее. Например, когда в 2017-м в Улан-Удэ пылал батутный центр. Горели сами мягкие батуты, на которых прыгают дети. Сложность заключается в том, что продукты горения выделяли токсичный дым. Дым густой, черный, плотный. О сложных всех тушения спасатели говорят всякий раз, когда здание обшито металлическими конструкциями. Почему же тогда никто не бьет в колокола еще до пожаров? Конечно, можно сейчас доказывать, что у нас-то торговые центры сплошь и рядом из негорючих материалов безопасны. Но после трагедии в Кемерово у многих появились большие сомнения. Правда, пока в Улан-Удэ это почему-то никто даже не начал проверять. Мария Красикова, Борис Бальчинов, телекомпания «Аринус». Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Политический баланс. Где в Бурятии могут лишить жителей право выбирать глав, а где наоборот, последнее слово будет за людьми, расскажет Светлана Семеренко. Производство Улан-Удэ бьют тревогу. Какая помощь требуется заводам и предприятиям Улан-Удэ, расскажет дежурный по городу. Даже за правильно выброшенный мусор иногда могут оштрафовать. В каких случаях, узнаете в материале Кристины Сосниной. Коммунальная угроза. Последствия аварий на городском коллекторе устраняют до сих пор. Власти города даже не исключали режимы ЧАЭС и отключение канализации во всех районах. К чему пришли и чего ждать, расскажет Сергей Соголов. Холодную воду и канализацию отключать не будут. Основной лоток, по которому стекают стоки из железнодорожного и октябрьского района в очистные, цел. Но камера вокруг него полностью разрушена. Поломка не отражается кардинально на работе всей системы. Камера гасила скорость потока в часы максимальных нагрузок и не давала протечь канализации. Пока же часть нечистот уходит в грунт. Сооружение планируют восстановить через пару недель. Будет проводиться бетонная работа. Камера полностью разрушена. Прочность бетона должна схватываться. Поэтому должно заливаться в ног камеры, стены. И поэтому минимум две недели. Потому что пригласили проектировщика, чтобы обеспечить надежность. Новую камеру хотят сделать из водонепроницаемого бетона. Для проведения работ огородят часть дороги, уберут три павильона. В планах перенос всех киосков вдоль канализационных сетей. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Выборы без выбора или альтернатива? Правительству Бурятия предлагают варианты голосования. Поправки в закон об организации местного самоправления внес глава Бурятии. Что изменится? А главное, смогут ли горожане теперь выбирать мэра? Ответы на вопросы искала Светлана Семеренко. Игра в демократию закончилась. Теперь все по-настоящему. Мэр Улан-Удэ снова будет всенародно избранным. Ныне действующего городоначальника Александра Голкова на эту должность два раза избирали депутаты горсовета. Я считаю, что мы тогда совершили большую ошибку. Не сохранили прямые выборы главы в городе Улан-Удэ. Этот законопроект как раз им позволит действительно упорядочить систему взаимоотношений нашим местным самоправления в республике Бурятия. Три года назад горожанам вернули право голоса. Тогда же депутаты бурятского парламента предлагали и вовсе упразднить должность мэра. Оставить Александру Голкову лишь звание председателя горсовета. А хочешь быть мэром – иди на всенародные выборы. Они пройдут уже в следующем году. Конечно, люди должны выбирать, а не горсовет. Потому что они лоббируют своего, чтобы комфортнее было им. Больше ответственности у него будет жить. Что он делает там, сидит? Ничего не делает. В наше время сложно такого адекватного политика или человека просто найти на такую должность. А толку от этого вообще не изменится, мне кажется. Вообще, что назначаем, что не назначаем. Это логично, что люди сами выбирают, кого они хотят видеть у руля, так скажем. А вот по районам кое-где прямые выборы могут отменить. Так главу райцентра, возможно, назначат из числа депутатов местного совета. Но только при едином аппарате управления. Такая схема уже действует в Заиграево и Багдарине. Но внедрять ее хотят и в других поселениях. Обосновывает экономию бюджета. Больше не придется тратиться на выборную кампанию. Да и конфликта интересов удастся избежать. Выборы после выборов не заканчиваются. И борьба эта продолжается. И наносит гигантский ущерб, собственно, самому же району. Потому что не может сформироваться нормальная власть. Не может она приступить к нормальной работе. В результате, конечно, от этого теряют, собственно, и все избиратели, жители этого района. В остальных случаях выбирать главу можно будет двумя способами. Народным голосованием или по конкурсу. В последнем случае кандидаты пройдут через сито специальной комиссии. Правда, состоять она будет из чиновников. Решающее слово в этой цепочке за депутатами местного совета. По мнению разработчиков законопроекта, это поможет избежать случайных людей во власти. Прислушаются ли к ним в парламенте Бурятии, узнаем в ближайшее время. Альтернативные выборы обсудят на апрельской сессии народного хурала. Светлана Семиренко, Виктор Немаев, телекомпания Орегус. Общественники заподозрили местных чиновников в коррупции. Говорят о злоупотреблениях в строительной отрасли и в сфере капитального ремонта на квартирных домах. На чем основаны выводы наблюдателей. Артемий Ушаков далее. В Бурятии могут строить детские сады. И даже более того, для этих целей есть и готовые здания. Но интересы у чиновников они не вызывают. Им куда проще выкупить и отремонтировать другие объекты, изначально непригодные для размещения детей. По крайней мере, к такому выводу пришли общественники. Они выяснили, здание будущего детского сада в 148-м квартале ремонтирует фирма «Энергия». А у нас это «ООО «Энергия». Совладелец-руководитель, зять министра финансов Бурятии Юрия Шутенкова. Как-то неожиданно, да? Вот это в 148-м здании помещение тоже принадлежало родственнику Шутенкова. Та же «Энергия», по данным общественников, занята в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году здесь готовы потратить более 800 миллионов рублей. Зам. директора фонда капитального ремонта и директор ООО «Энергия» являются одногруппниками и довольно давно и тесно общаются. При этом ООО «Энергия» выполняет львиную долю работ по капитальному ремонту в Республике Бурятия. А проектная организация с практически одноименным названием составляет значительную часть проектов на капитальный ремонт. Однако в фонде капитального ремонта отмечают. Названная компания в последний раз участвовала в торгах в августе прошлого года. А выигрывает конкурсы только фирма с наименьшей стоимостью работ. Особых условий ни для кого не состоют. Приемка работы осуществляется в отношении всех подрядных организаций одинаково. Всем подрядным организациям начисление штрафов осуществляется в случае нарушения сроков производства работы, в том числе и энергии. Они уплатили за весь период работы достаточно крупную сумму штрафа, как, впрочем, и другие подрядные организации, которые допустили просрочку. В самом фонде не видят коррупционных рисков в том, что многие строители в Бурятии знакомы друг с другом. Специалистов для этой отрасли готовят всего один вуз. И все же собранную информацию общественники намерены направить в прокуратуру для проверки. Артемий Ушаков, Борис Геленов, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус». Предпринимателям тоже нужна помощь. Производственные компании «Улан-Удэ» несут убытки. Как сохранить производство и почему нет диалога бизнеса и власти, узнаем у дежурного по городу. Поселок Силикатный – улица домостроительная, так называемая промышленная зона. Здесь больше 10 производственных предприятий. Правда, добраться сюда, мягко сказать, целое испытание. Дорогу не ремонтировали со времен Советского Союза. Уже на протяжении многих лет мы все организации, которые находятся в этом колодке, поддерживаем эту дорогу, выделяем технику, отсыпаем, градируем. Но это уже становится невозможно. Свои продукции мы по всему городу наводим порядок, красоту. А у нас такая грязь. Теряем из-за вот этой безобразной дороги столько клиентов. Казалось бы, все предприниматели скиньтесь и сделайте себе дорогу сами. Так некогда ответили городские чиновники. Однако, почему даже бизнесмены должны делать это за свой счет? Ежегодно каждая из этих компаний платит налоги. Десятки миллионов рублей. Мы уже с 2014 года обращались в администрацию, в комитет по строительству, писали письма, просили помочь нам с этим делом, обозначили смету в 14 миллионов и предложили нам ремонтировать эту дорогу самостоятельно силами предприятий, которые здесь находятся. Но на что мы им сказали, что мы являемся крупными налогоплательщиками, платим транспортный налог, платим акцизы, покупая топливо. Ну и 14 миллионов сумма все-таки немаленькая у предприятий, которые здесь находятся, денег таких нет. Не предусмотрели на этот участок деньги и по программам. В этом году в Улан-Удэ отремонтируют лишь 32 километра. Приоритет, как всегда, частному сектору. Но и эта трасса не безжизненна. Помимо ДНТ, здесь сотни сотрудников, клиенты и техника. И вот так уже более 10 лет заводы Улан-Удэ просят о помощи, а получают лишь отписки. А как же поддержка бизнеса и расширение масштабов производства? Чем возможно помочь предприятиям, мы обязательно спросим у власти. А если вам нужна помощь, звоните 220-37. Дежурный по городу приедет на помощь. Антонина Болотова, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Мусорные войны разворачиваются в Улан-Удэ. Борьба идет за баки. Жильцы охраняют их лично и даже при помощи видеокамер. Зачем такие хлопоты, расскажем в нашем сюжете. Контейнерная площадка в 105-м микрорайоне. Ее освобождали раз в день и этого хватало. Но когда мусор в баках стал появляться, как по щучьему велению, заподозрили неладное. Проводили рейды, дежурили, даже камеры установили. И оказалось не зря. Два зорких глаза обошлись почти в 50 тысяч. Еще пять – ежемесячное обслуживание. Но камеры нарушителей не смущают. Отходоков по-прежнему нет отбоя. Все частные секты должны платить. А то они вообще едут сверху, бросают, и никто не платит. У них должно быть оборудовано свое место для выброса мусора. Если этого нет, тогда какие-то инстанции должны проверять. Они могут и мешками выкидывать этот бытовой отход. Они такое ощущение, что неделю скапливали, приезжают и сваливают эти мешки. Все фиксируется, госномер сдаем в управление административного контроля. А толку нету. Зафиксировали уже более 200 фактов незаконного сброса мусора. Все записи в администрации. Однако там работа с нарушителями затянулась из-за бюрократии. Эта полномочия стала субъектом. У нас некоторое время отсутствовали полномочия по привлечению к административной ответственности. Это и ослабило рычаг воздействия на них в принуждениях заключения договоров. Поэтому на сегодняшний день как несознательность жителей, так и нежелание их заключать договора. Ответственность за организацию сбора мусора передали республике. Количество договоров уменьшилось. В Улан-Дэ около 26 тысяч домоводений. Лишь половина из них отходы вывозят законно. С ноября 2017 года город получил право наказывать нарушителей рублем. Возможно, в ближайшее время и до мусорных хулиганов дойдут письма счастья. Напомню, мусор, брошенный в чужой бак, может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей. Кристина Соснина, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Охотникам за краснокнижными птицами ужесточили наказание. Суд отправил в колонию банду браконьеров. Преступников задержали полтора года назад. В салоне их автомобиля полицейские нашли особо ценную дикую птицу соколиной породы – балабана. Ее собирались перевезти в Иркутскую область и впоследствии переправить за границу для продажи. В съемной квартире браконьеров нашли еще 11 птиц. Изначально судом назначено наказание в виде лишения свободы с применением норм ст. 73, то есть условного осуждения. Прокуратурой железнодорожного района в порядках надзорной деятельности на приговор суда было внесено апелляционное представление, в том числе и на мягкость назначенного наказания. Члены организованной преступной группы прикверены к наказанию в виде лишения свободы реально. За добычу краснокнижных птиц преступники получили 5 лет на двоих. Птицы же вернули в привычную среду обитания. Десантники и пожарные готовятся к сезону. Тушить лес в самых глухих дебрях, куда не добраться по земле, будут 187 огнеборцев. Сейчас у них проходят последние учения. Сначала отработка на земле. За зиму все-таки многое забывается. Но мышечная память восстанавливается быстро. Несколько занятий и движения уже отточены до автоматизма. Иначе получить травму можно еще при спуске с вертолета. Времени в обрез за секунду 3 метра, почти как на войне. И не случайно воздушных пожарных называют бойцами. Их горящий фронт настолько же опасен и непредсказуем. Высота 20 метров минимальная. Максимальная 40. На такой десантник висит над верхушками деревьев. Первые смельчаки оценивают обстановку и разбивают рабочий лагерь. Надо сменять обстановку. Иногда чем-то заняться. Лес всегда к нам близок. Он же. Мы всегда в лесу, в тайге. Как и на работе, так и дома. Большинство огнеборцев старше 40. Из молодых каждый третий не выдерживает психологически. Уходит. Испугаться верхового пожара может даже самый крепкий боец. Но многие справляются. Ради не самых высоких, но все же стабильных заработков. Средняя зарплата за героическую работу 35 тысяч рублей. Пожаров нету. Получаем средний заработок. А на пожарах зависимости от работы часов, зависимости от местности. Но это этого стоит. Если бы не стоило, не работало бы. Основная масса 70% это люди, работающие продолжительное время, 3 года и более. Но в том числе есть у нас молодые специалисты Нижненгарска, Стоксимо, которые отработали хорошо в прошлом году. И с ними были заключены договора на постоянной основе. Амуниция каждого пожарного – это порядка 100 тысяч рублей. Вылет одного вертолета – 120 тысяч за час полета. В Бурятии 13 оснащенных бортов. Как часто им придется вылетать на войну с огнем, зависит от мирных жителей. В прошлом году в Бурятии сгорело 280 тысяч гектаров леса. Большинство пожаров произошли по вине поджигателей. Байерма Роднаева, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Ригус». Пожароопасный сезон на старте. В Забайкале уже горит 600 гектаров. Пожелаем не только десантникам, но и всем нам. Лето без дыма. Это была программа «Восточный экспресс». Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин